Я не занимался этим. Никогда. Владимир Владимирович, могу ли я задать вопрос, касаемо вас? Меня? Я бы уже закончил давно университет. Но, тем не менее, пожалуйста. Спасибо большое за возможность. Меня зовут Чемизов Данил. Я студент третьего курса у Финского государственного нефтяного технического университета. Хотел бы начать с того, что студенты сегодня не смотрят телевидение. И основным источником информации является сеть интернет. Добрый день, друзья. С вами Павел Иванов. Вы на канале Аудио Статьи. А Владимир Владимирович Путин наконец-то ответил на расследование Навального. Конечно, совершенно случайный человек на встрече Путина со студентами вдруг задал ему этот вопрос. И Путин, ну совсем без подготовки, высказал, вот прям как на сердце у него лежало, так и сказал. Скучное, говорит, расследование. Неинтересное совершенно. Мы, конечно, понимаем, что всему верить нельзя, так как контент интернета абсолютно полярный. Но сейчас в топе видеохостинга YouTube находится фильм расследования о том, что у вас якобы имеется дворец в Геленджике. Раз за разом мы убеждаемся, что на самых ответственных постах в нашем государстве находятся безмозглые граждане. Я обращаюсь к тем, кто готовил вот эту вот писулечку, которую зачитывает студент. Студенты, молодежь, тем более подростки, они такими словами не выражаются. Видеохостинг YouTube. Вы не могли нормально подготовиться? Студент не мог своими словами сформулировать то, что вы ему поручили? Зачем вот это вот он зачитывает по бумажке? Слова, которыми он не может выражаться в обычной жизни? Это же позор. Это сразу выдает. Вот что настоящее клюк в Wi-Fi. Якобы имеется дворец в Геленджике. Владимир Владимирович, правда ли это? Правда ли это? Что это? Что ролик Навального в топе YouTube? Да, это факт. Простите, а вопрос-то в чем? Он не может нормально сформулировать своих мыслей? Вот это отборные студенты для встречи с президентом. Это достойный итог эгоизации образования, баллонской системы и всего остального. Сразу хочу ответить на ваш вопрос. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда. Один простой вопрос. Чей особняк? Чей особняк так рьяно охраняет ФСУ и ФСБ? ФСУ и ФСБ не охраняют дома бизнесменов, даже олигархов. По крайней мере, в нормальной стране этого происходить не должно. На каком основании? Спецслужбы. В том числе, там, спецсвязь. В том числе, по некоторым данным, работники метростроя. Люди, кто просто так не может выполнять коммерческие заказы. Что они там делали? Первое. Второе, что я хотел бы сказать вам и вот тоже другим людям, которые сегодня здесь на встрече присутствуют. Вы все люди молодые. Но у кого-то, здесь уже есть где-то старших курсов, может быть, здесь аспиранта даже есть. У кого-то есть семьи, а у кого-то эти семьи только будут созданы, чего я вам от души желаю. И желаю вам детей и побольше. Но вы знаете, что в современном мире... К чему он клонит? Причем здесь его дворец и семья. Он сейчас станет рассказывать, что семью кормить нужно, оберегать, защищать. Это в Западок нам приходит, но тем не менее. Есть такая форма заключения брака, как брачный договор. Кстати говоря, я не думаю, что это хороший способ организации семейной жизни. Потому что если люди вступают в брак, то они и собираются жить вместе, и вести общее хозяйство, детей иметь. А, про брак и семью он рассказал просто потому, что студентам это должно быть интересно и более понятно как пример. Хотя эти студенты сами еще в основном не в браке, и о брачном договоре они не задумываются. Но все равно это должно быть им более понятно. Это очень логичный был ход, и Путин объясняет, что должны быть какие-то документы, которые бы доказывали, что это все-таки принадлежит ему. То, наверное, должны доверять друг другу. Но тем не менее жизненные ситуации разные, и это тоже возможно, это распространяется. Ну так вот, даже люди, которые еще имущество-то не имеют, хоть как-то свои отношения фиксируют на бумаге. Значит, в современном мире, когда речь идет об объектах, которые стоят миллионы, а может быть миллиарды. А это фирменный почерк работы наших силовиков. Если у вас, например, без вести пропал родственник, его, может быть, и искать-то не будут. Пока труп не найден, дела нет. Пока документы не найдены, пока четко не доказано, считаете, что этого и не было? Очень грамотный подход. Это идеальная защита для любого коррупционера. А вы видели, как я эти деньги взял? Откуда вам знать, что мой дом, моя яхта, моя вилла, мои счета в Швейцарии, это наворовано у народа? Да с чего вы это взяли? У вас что, есть доказательства? Я что, расписку подписывал? Нет. Самые гнусные, мерзкие дела делаются на честном слове, потому что мошенники, элитка, легко договариваются между собой о том, как, что провернуть. И, конечно, улик они не оставляют. Хотя чего уж там и в элитке достаточно специфически одаренных в интеллектуальном плане лиц. Ведь всегда, где-то, хоть как-то на протяжении длительного времени, а это, кстати говоря, информация уже муссируется на протяжении более чем 10 лет. Так или иначе. Сейчас просто вот удобный случай, все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан. И запустили это в интернет-фильмы, какие-то там видеопрограммы. Значит, ну так вот, но хоть на протяжении 10 лет что-то должно было остаться. Кто-нибудь может себе представить, чтобы кто-то типа Путина пришел к нотариусу оформлять доверенность, куплю-продажу, что он несет? Хоть какие-то оформления каких-то земельных участков, какие-то проводки финансовые. Ну хотя бы какие-то оформления у нотариуса. И там тоже следы должны остаться. В нотариальных книгах, в электронном виде. А вот эту историю нам сейчас будут пересказывать нодовцы, прилепинцы, первый, второй канал. Какие жуткие используют интернет-технологии. Это все фейк. Дворца нет. Его нарисовали на компьютере, а вы поверили. Вот дурачки. Вместо всего этого что? Ну вот разместили мою фотографию или мое плавание стилем бутерфляй. Я так корявенько, но иногда люблю так поплавать. В каком-то бассейне, где я никогда не был. Я не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисеи в 2016 году. Ну, в таких случаях это просто компиляция, это монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать, скучно, девочки. Ну, хоть чего-нибудь там попридумали бы еще. Это просто цитата дня. Скучно, девочки. Ну, скучно, понимаете? Надо было придумать что-то еще. Мало нам дворца, мало нам там секретных детей, мало нам олигархов, приведенных к власти просто потому, что они друзья Путина. Это все не обращайте внимания. Люди, которые этому упоминаются. Я кого-то знаю. Кто-то является моим приятелем, бывшим коллегой. Какие-то дальние родственники, какие-то знакомые. Есть люди, которых я вообще не знаю, которые там упоминаются. Вообще, просто никогда их не видел в глаза. Не знаком с ними. Понимаю, что им не очень хочется близко самой вставать, потому что кто рядом не появится, на того сразу санкции накладывали. Какие санкции? На кого санкции? На его бывшую жену? Или на Алину Кабаеву? Или на его там запасную жену, которая там это, кривоногих Светланы из Питера? На кого из них санкции заведены? Поэтому, да, кстати, эти люди, некоторые из них, которых я хорошо знаю, давно занимаются бизнесом. Еще до встречи со мной, знакомства со мной. Из всего, что там я видел, я заинтересовался только одним. Но не бизнесом, не как бизнесом, а как ведом деятельности. Это виноделием. Путин заинтересовался виноделием. То есть он десятки раз видел на приемах в Кремле это вино марки Дивноморье. И его не удивляло, что это за вино, откуда это вино, что у нас на самом деле. В России начали делать приличное вино, которым не грех угостить Си Цзиньпина, Лукашенко или там других ребят. Не-не-не, Путин таким никогда не интересовался. От Навального он впервые услышал про это вино. Логично? Вот очень хорошие деятельности, мне кажется, благородные. Там один из моих знакомых, хороших, со своим партнером, партнер из жизни ушел. Уже его доля, как мне известно, досталась его сыну по наследству. Но вот они занимаются небольшим предприятием. Кстати говоря, это уже от темы отойду. У нас вообще виноделье развивается неплохо. Тоже ведь деятельности хорошие. Может в сельхозвузах меня в этом смысле поддержат. Путину понравилось виноделие, давайте в сельхозвузах будем развивать виноделие. И пофиг, что на 99% нашей территории виноделие невозможно развивать. Ничего страшного. Путину нравится, стоит туда вбухать государственные бабки. Ну вот, мы закон приняли недавно очень хороший по этому поводу. В этой связи, не как бизнесом, как видом деятельности, я бы, наверное, когда-нибудь этим позанимался. У меня советник есть, Борис Титов, который является владельцем права Дюрсо. Крупная наша компания, с хорошим биграундом. Еще к князю Голицыну, по-моему, это принадлежало все. Вот что бывает, когда знакомишься с информацией через посредников, Владимир Владимирович. А Титов-то фигурирует в этом расследовании. И по сведениям Навального, имеет самое прямое отношение к этим виноградникам и вашему дворцу. Он у меня сейчас советник. Я когда работу закончу, может я пойду работать советником к нему. Но не как бизнесмен, а как специалист, хотя бы в области права. Сейчас, повторяю, мы закон приняли, я в этом кое-что начинаю понимать. Но бизнес меня никогда не интересовал. Не потому, что это плохо. Нет, наоборот, нет. Я считаю, что очень благородное занятие, если думать особенно о социальной стороне бизнеса, о создании рабочих мест. Меня, говорит Путин, бизнес никогда не интересовал. Помните, в одном из интервью он как-то упомянул. О, я не знаю, какая у меня зарплата. Его вообще денежные вопросы не интересуют. Как и формально юридические вопросы не интересуют. Ой, сейчас какой-то закон приняли, я в этом начал больше понимать. Да-да-да-да-да. И этот человек утверждает, что его дворец нуждается в нотариальном заверении. Нет, это так не работает. Напротив. Владимиру Путину можно владеть чем угодно. Делать любые действия. Все, что душе угодно. Потому что этот человек неподсудный и неприкасаемый. Так выстроена существующая система, так выстроена модель. Поэтому и нет никаких банковских проводок, документов, подтверждений. Он не знает, откуда все эти деньги. К нему просто пришли люди и сказали, Владимир Владимирович, мы вам хотим... Не-не-не, не подарок сделать. Маленькую дружескую услугу. Если вы вдруг захотите где-то отдохнуть, к вашим услугам всегда уютный домик на берегу моря. Нет, он не ваш. Конечно же нет. Но больше в нем никто быть не будет. Мы отделаем его внутренности и окрестности ровно так, как вы скажете, как вы хотите, как вам понравится. Собственно, все к вашим услугам. Но не подумайте, это не в вашей собственности. Нет-нет-нет. Это не взятка. Нет-нет. О достойной заработной плате, о развитии отраслей экономики, это очень здорово, очень полезно. Но это не мое совсем. Некоторые мои коллеги, ну, например, президент Трамп, он известный бизнесмен, или бывший президент Порошенко в Украине. Он даже будучи президентом, занимался бизнесом, открывал офшорные компании и счета в офшорах. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Порошенко негодяй какой, в офшорах открывал счета. Наверное, коррупционер. Но у Путина, конечно, ничего такого нет. Интересно, правда, что вот это за история с Банком Россия, который получает 2% от каждой нашей оплаты счета за ЖКХ. Очень интересно, вот эта вся история, куда уходят колоссальные суммы денег. А как это ведется незаконное строительство на берегу Черного моря, и никто ничего не знает. ФСО там, ФСБ там. Но они не расследуют историю хищения, коррупционную составляющую. Они охраняют, они оберегают. Кто дал эту команду? Вот это главный вопрос, самый интересный вопрос. На него очень хочется получить ответ. Чей особняк? Кто санкционировал? И при чем здесь Путин на самом деле? Друзья, лайки, репосты, комментарии, ваша активность помогает распространить правду. Путин опозорился. Конечно, максимальный резонанс, конечно, протесты вынудили его отреагировать. Они устроили вот этот вот случайно заданный вопрос во время видеоконференции со студентами. И то, что наговорил Путин, не внушает никакого доверия. Ни-ка-ко-го. До новых встреч. Пока. Прорвемся.